В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Улицы и площади Ленинского округа уже начали украшать к Новому году. Ёлка нравится, поскорее бы поставили всё. «I live in Видное» участники программы «Активное долголетие» начали изучать английский язык. «Come back to our camp. I told you». Всё о профессии журналист-мастер-класс от сотрудников нашего телеканала в Видновском художественно-техническом лицее. Даже, наверное, в мою юность не было таких программ, по крайней мере, они не были так распространены. Ленинский городской округ преображают к новогодним праздникам. Где устанавливают главную ёлку и какие улицы украсят гирляндами, узнаем у Юлии Стафёровой. Полным ходом идёт подготовка к Новому году. Около кинотеатра «Искра» сооружают главную новогоднюю красавицу Ленинского округа. В настоящий момент улицы украшают гирляндами и расставляют на них малые архитектурные формы. Будет украшена улица Школьная, улица Заводская, Белокаменное шоссе, Пылка. Высота главной ёлки составляет 17 метров. Это на метр больше, чем в прошлом году. На неё повесят порядка 800 новых шаров разного цвета и размера. Светодиодная гирлянда будет обивать зелёную красавицу до самой макушки. А наконечник в виде звезды обязательно заметят издалека. Площадь около кинотеатра тоже не оставит без внимания. Появится световой шатёр. Опять нас порадует наш мишка прошлогодний. Горку зальют первому числу. Уже будет ёлка. Сами ледяные фигуры установят ближе к сезону Нового года в связи с погодными условиями. Детям и взрослым осталось ждать совсем недолго. Скоро тысячи огней будут озарять светом ночной город. Обрезка игрушек привлезет атмосферу Нового года и Рождества. Ёлка нравится. Поскорее бы поставили всё. Потому что на неё вешают яркую звезду и гирлянду. Ждёте Нового года? Да, 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 очень. Вася, нравится тебе ёлка? А? Знается. Также традиционно ёлка будет находиться и на Советской площади. Всего в муниципалитете установят 15 новогодних красавиц. Скоро Новый год постучится в дверь. По традиции его встречают в кругу семьи и друзей. А запах мандаринов, хвои и разноцветные огни погрузят в зимнюю сказку. Юлия Стафёрова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Что такое буллинг и как бороться с травлей в школе? В Видновской детской школе искусств прошла лекция клинического психолога Анны Кан. В советское время это называли травлей. Сейчас в ходу иностранное слово буллинг. Но от смены названия суть явления не меняется. Немало школьников сталкиваются с унижениями и издевательствами со стороны одноклассников. И зачастую последствия перенесенного травматичного опыта остаются на всю жизнь. Этой важной социальной проблеме, которой нельзя молчать, была посвящена лекция психолога Анны Кан. Очень важно, чтобы наши дети росли в адекватной среде и не подвергались буллингу. Но я хочу один момент сразу немножечко подсветить заранее. Очень важно, чтобы они и не были в роли агрессора. Потому что все три участника, наблюдатели, агрессоры, жертвы, страдают практически одинаково. На мероприятии, организованном администрацией муниципалитета и Лигой девушек Подмосковья, собралось почти 300 человек. Учителя и директора школ, социальные педагоги и психологи, а также родители. Только сообща большой командой, можно, если не искоренить, то хотя бы минимизировать буллинг. Ведь главное условие успешного развития ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Самое главное не молчать, обращаться ко взрослым, которые рядом. Важно создать такую атмосферу в школе, чтобы были взрослые люди, которым ребенок готов и может доверять. По статистике, с буллингом в школе сталкивается каждый пятый ребенок. Пик конфликтов и токсичных ситуаций приходится на шестые, седьмые, восьмые классы. Потом подростки становятся спокойнее. С развитием информационных технологий появились и новые виды травли и преследований. Сейчас, конечно, впереди планеты всей. Это кибербуллинг. Это то, что происходит внутри сети. Это когда травят человека с помощью социальных сетей или каких-то других ресурсов. Не уступает ему, конечно же, это школьный буллинг внутри коллектива. Там может быть игнор, там может быть бойкот, там может быть психическое или физическое насилие. Лекция длилась более двух часов. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Благодаря этому тысячи людей преклонного возраста имеют возможность участвовать в различных кружках и секциях. В Ленинском округе многие пенсионеры решили освоить английский язык. И, как выяснил наш корреспондент Максим Козлов, у них неплохо получается. Раз в неделю в одном из залов Центра социального обслуживания «Домодедовский» звучит английская речь. Погружение в языковую среду полное. Главный источник знаний – книги популярных писателей. Слушаем, читаем мы сказки в основном. Это аудиокниги, это и школьная программа, и дополнительное образование, художественная литература, после которой идет активити, которые студенты могут выполнить дома, как бы в качестве домашней работы. И на уроке это спрашивается. Уроки английского языка проводятся в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Эта группа занимается только второй год. Вот недавно изучили «Алису в стране чудес» Кэррла, сейчас разбирают затерянный мир Гонан Дойля. Занятия проходят раз в неделю, но все ученики настолько увлечены изучением языка, что посвящают ему каждую свободную минуту. А методика преподавания вдохновляет на новые и новые достижения. Мне само очень нравится. Я стараюсь сейчас даже дополнительно читать книжки, слушать аудиоистории какие-то там в интернету. Мне очень нравится. И Юрий Васильевич молодец, что он выбрал такой именно формат общения, что мы вот как-то развиваемся во всех направлениях сразу. А можете сказать по-английски? Я учу английский, и мне это очень нравится. Я учу английский, и я очень нравится. Преподаватель английского Юрий Богомолов в прошлом сотрудник МВД после выхода на пенсию резко поменял свою жизнь. Закончил институт лингвистики и стал учить детей и взрослых. Особая радость для него – видеть прогресс подопечных. Счастлив, что вот люди приходят, интересуются, им это нравится. И я вижу, какие они достигают успехов. Они уже не стесняются ставить предложения, понимать, о чем речь идет, и поддерживать диалог. Потому что язык – это коммуникативный вид связи. Группа занимается по вторникам в Видновском центре социального обслуживания «Домодедовский» и по пятницам в Развилковской библиотеке. В них изучают английский язык порядка 40 человек. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Билет в будущее – проект, благодаря которому у школьников появилась прекрасная возможность задуматься о выборе специальности. Учащиеся в Видновского художественно-технического лицея познакомились с профессией журналиста. Провели мастер-класс сотрудники нашего телеканала. Между управлением образования администрации округа и Видновской дирекцией киносети было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого школьники посещают с экскурсиями подразделения организации и знакомятся с профессиями. Также в рамках программы «Билет в будущее» стартовал цикл профориентационных мастер-классов. Даже, наверное, в мою юность не было таких программ, по крайней мере, они не были так распространены, чтобы можно было в старших классах уже наглядно увидеть изнутри разные профессии, разные предприятия, для того, чтобы легче было сделать свой выбор, выбор будущей профессии. Сейчас эта тема распространена, актуальна, и дети имеют такую возможность, это прекрасно. «Мир телевидения» под таким названием прошел открытый урок для лицеистов. Своя личная история о том, почему решили связать свою профессию с журналистикой и как оказались по ту сторону экрана, старшеклассникам рассказали заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Юлия Погосян и шеф-редактор телеканала «Видное ТВ» Дмитрий Книга. Он рассказал, как впервые столкнулся с местным телевидением еще в школе. В 97-м году к нам пришел телеканал, тогда он назывался СКТ, студия кабельного телевидения, он же «Видное ТВ» сейчас, снимать сюжет про что-то юные таланты. Я играл на музыкальном инструменте, и там я небольшой отрывочек сыграл в рамках этого сюжета, репортажный. Учащейся видновского художественно-технического лице Диане Сирока было очень важно посетить мастер-класс. Девушка рассматривает профессию журналиста как одну из возможных будущих специальностей. Я хотела бы узнать, куда лучше идти учиться, что стоит тогда сдавать на ЕГЭ и куда лучше поступать, а также в чем плюсы и минусы данной профессии, куда потом лучше идти работать. Учитель истории и общества знаний Ольга Орлова отметила, что ребята были рады узнать из первых уст о всех тонкостях работы на телевидении. У нас есть профильные гуманитарные классы, которые ориентированы на именно это направление. А во-вторых, сейчас СМИ очень сильно развивается, многие хотят быть блогерами, журналистами, работать с камерой, с соцсетями. Интересна сама работа журналиста, как она связана также с рекламой и какую работу проделывают журналисты, потом с той информацией, которую они узнают, то есть как они ее обрабатывают, возможно. Мастер-классы в образовательных учреждениях округа планируются на постоянной основе. Сотрудничество с управлением образования только начинается, и мне бы хотелось вообще все школы охватить. Более того, мне бы хотелось, чтобы все наши коллеги, телеканал «Видное ТВ» и «Виновские Вести» хотя бы один раз побывали на подобных мастер-классах, потому что это бодрит, это, знаете, от рутины повседневной избавляет. Определить, какая профессия по душе – ключевой вопрос для каждого подростка, и в этом ему призваны помочь взрослые. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Одним из мероприятий в линейке культурных событий округа стал концерт Бориса Гуреева. Долгожданное событие для поклонников творчества артиста. На выступлении побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. И хорошее настроение. Неспроста концерт Бориса Гуреева и его друзей, состоявшиеся во Дворце культуры «Видное», получил свое название строчкой из известного советского шлягера. Борис – человек-улыбка, который всегда заряжает зрительный зал своей энергией. А к первому сольному выступлению он подошел со всей ответственностью. Разработка песен, разработка сценария, далее разработка всевозможных футажей, организационные моменты сначала, потом уже репетиции. И, как правило, времени не хватало абсолютно ни на что. То есть эти полгода, я бы хотел сказать, прошли просто незаметно, а именно вот в подготовке к концертной программе. Впервые Борис Гуреев вышел на сцену Ленинского округа 10 лет назад и сразу стал любимцем публики и постоянным участником праздничных мероприятий муниципалитета. В его репертуаре композиции самых разных жанров – от народных песен и рок-н-ролла до танцевальных и пронзительных мелодий. «А судьба над тобой начинает шутить и смеяться. Друзья отойдут, и никто не поможет подняться». Один из самых трогательных моментов концерта, когда вместе с Борисом на сцену поднялась его семья. Также в музыкальном действии принимали участие творческие коллективы и друзья артиста. Неоднократно они выступали вместе, а в этот раз объединились на сольном шоу певца. «Душевный человек, прекрасный, с ним очень приятно общаться. Ну, не только на сцене мы с ним контактируем, но и в гости друг к другу ходим. Здесь живет моя дочь, мы вместе, так сказать, дружим с семьями». «Солнышко хорошо поет, и сама я тоже пою и вот равняюсь на Бориса». Зал был полон. Многие пришли послушать любимые песни, но некоторые зрители посетили концерт по личному приглашению Бориса Гуреева. «Студенческие годы, пять лет вместе учились. Общались по соцсетям, так уже 16 лет не виделись, вживую. Сейчас как бы состоится встреча воочию». «Мы стали смотреть рекламу в интернете, узнали об этом концерте и вот пришли». Это был не просто набор песен, а продуманное шоу со своей драматургией и историей. Зрители отблагодарили Бориса Гуреева бурными овациями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Начало зимней поры знаменовалось неделей сильного снегопада. В ближайшие два дня сугробы еще превысят норму примерно в пять раз. Из-за метели, которая накроет город 30 ноября. Только на этой неделе выпала до половины месячная норма осадков. Пока коммунальные службы в усиленном режиме чистят дороги, разгребают сугробы, новый снегопад уже не за горами. Гидромедцентр предупреждает жителей о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра и метели. Ожидается ветер силой до 17 метров в секунду. Он продлится до вечера 30 ноября. Обращаем ваше внимание, что в четверг также стоит ожидать сильного снегопада. По словам синоптиков, к 1 декабря высота снежного покрова составит около 25 сантиметров. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»